друзья мои всем привет сегодняшнем видео я расскажу вам о настоящей реинкарнации продукта под названием manta mtl спустя примерно год после выхода на мой взгляд сокрушительно провального продукта под названием manta mtl я думаю что многие из вас смотрели обзор на этот девайс и подавляющее большинство пользователей которые все-таки купили этот продукт и несмотря на мой обзор даже среди моих знакомых они сказали что это действительно провал потому что индекс mtl там существовал исключительно условно но это все равно что знаете вы покупаете маленького маленького щенка карликового йорка который должен быть вот таких размеров а в итоге через год или полтора он вырастает вот в такого огромного 4 килограммового слона примерно то же самое было с мантой mtl потому что она была mtl м только в названии это был по большей части классический односпиральник который можно было придушить путем полного перекрытия обдува ну это там сопло было по моему 5 миллиметров которая дует непосредственно на койл ни о каких же клёрах речи и не шло там была такая база и такой обдув размером сопоставимый а может быть даже преувеличивающий размер того же серпента например 22 миллиметрового первой версии который никогда mtl и мы не был короче манта mtl это был провал с точки зрения постройки сигаретного бака как односпиральник это был неплохой бачок но люди покупали его совсем для других целей и вот в сегодняшний видео будет настоящая реинкарнация потому что вот это манта mtl версии 2 действительно сигаретная очень и очень неплохой продукт который кстати говоря прислала мне не компания адвокин что-то они про слово почили да вообще кстати говоря не особо много обзоров на этот девайс возможно они его даже не рассылали на массовый обзоринг так сказать его мне прислал сайт source more я все свои псорсинга все время путаю в общем все подробности после ближнего рассмотрения поехали друзья мои ну что давайте поскорее и с огромным удовольствием про манту я могу долго рассусоливать но хочу поскорее посмотреть на mtl версии 2 ибо первая версия ну вот прям по честному с треском провалилась здесь есть вот эта бумажонка которая играет огромную я бы даже сказал очень важную роль к ней мы еще вернемся внутри лежит сама манта новая запасное стеклышко как вы видите она не бабл просто запасной точно такой же как предустановлено ну и как обычно несмотря на то что компания адвокин делает бюджетные девайсы они всегда не забывают положить в комплект вот такую тряпочку которую можно припомнить разве что у сверх дорогостоящего осмодуса в комплекте с их продуктами мелочи приятно тряпочка кстати говоря классная даже жалко жидкость ее протирать вот она наша красавица точнее он это ведь скат мальчик 22 миллиметра 2 миллилитра объем вмещаемой жидкости и сверх уникальная нанотехнологичная система обдува о которой я сейчас расскажу смотрите сверху 510 ультам дриптип вот с такой юбкой это юбка какой-то имеет модное название ну вот как знаете кепку называют не кепка снэпбэк там чавкэп дриптип все вот эти вот америкосовские супостатские слова вот значит дриптип с юбка имеет какое-то свое название но я понятия не имею какое значит сверху накатка это ведь манта откручивать очень удобно здесь кстати говоря их фирменный логотип который они как изобрели тогда два года так он и существует крышку откручивать очень удобного такая крышу личка отверстие для заправки достаточно большие не забываем что это 22 миллиметровый бак и значит непосредственно разбираем здесь стандартный конструктив обратите внимание на высоту вот этой верхней части какое маленькое стекло это мне очень нравится потому что у рукожопа как говорится на ваш покорный слуга иногда таким грешит чем меньше стекло тем лучше лучше вообще чтобы стекла короче не было вот такая обратить внимание испарительная камера малюсенькая малю . там то ли сфера то ли конус особо я не вижу издалека снимаю потому что устройство мелковато классные резьбы два стекла как вы уже поняли в комплекте абсолютно одинаковые никак объем не получится увеличить дека здесь начинается самое интересное с одной стороны абсолютно классическая мейнстримовая наверное даже в какой-то степени дека которую делали года три назад все наверное кому не лень и вот последние несколько лет как ее вспомнили опять такой конструктив и опять начали делать многие производители сейчас что-нибудь найду что вам показывать потому что детали очень и очень мелковатый вот палочку от койл мастера значит винтики со шляпками в комплекте есть у шлепанская китайская отвертка как обычно все по фэншую винтики очень очень маленькие плоский шлиц у нас здесь нарезан обратите внимание что здесь есть жижа подача она не перекрывается но система не gta то есть вата укладывается вот сюда пропиточка будет здесь с другой стороны через точку с двух сторон то есть здесь нужно будет вату выбирать ибо концы ваты они там не барахтаются в резервуаре они здесь будут аккуратно распушиваться так сказать ну обычная дека ничего нового единственное что выделяет ее и это чертовски хорошо это система обдува внизу дует вот такая одна . ну на глаз через палочку примерно как палочка наверное а у нее какой у нас 2 миллиметра ну да где-то 2 миллиметровая может 1.8 миллиметров отверстия и обратите внимание вот здесь по диагонали под 45 градусов пропилена через стойку насквозь два отверстия и такая же история с другой стороны то есть это дополнительный обдув но самая главная фишка этого устройства вот здесь казалось бы вроде как точки обычные перемещаем мы значит вот сюда оба здесь у нас как говорится как у леонида якубовича в окошке буковка что она черт возьми значит берем значит за хвост первая буква б да конечно лучше в собранном так вот следующая буква какая сами назовете h следующая буква а и последняя буква с вот так с в а а h b надеюсь вам видно зафиксировали 4 буквы теперь берем вот этот мануал и смотрим черт возьми что все это значит система автоматическая вот например буковка b это режим когда воздух шарашит снизу и дует только через основное отверстие как вы видите дополнительные не подключены при этом дуют за со всех сторон буковка h это режим когда шарашит во все тяжкие через низ и с боков вот так это по полной программе буква буква получается а нет наверное а это шарашит со всех щелей а буква h это чуть меньше приглушенный на самом деле это не особо важно в плане понимания как это работает я все-таки считаю что он потом по буквам расскажу как и что работает ну вот картинку вы сами разберете может я просто счет не догоняю и вот последний режим это буковка с буковка с работает вот так мне кстати говоря кажется что здесь картинка не такая какая должна быть потому что я смотрел на сайте у них и в каком-то из режимов воздух дует по центру и только с одной стороны сбоку то есть тут то на всех картинках шарашит вообще со всех сторон здесь режимы есть совсем приглушенные где воздух заходит вообще только с одной стороны то есть вот четыре таких разнообразных режима как они будут работать я конечно же расскажу и все это спрятано внутрь вот этой позолоченной черт возьми цыганской малютки следующее видео конечно же будет по намотке этого чудо инженерной мысли ну а я хотел заканчивать но забыл вам показать доктор койл здесь то еще зип с допами есть а вы молчите там сказали бы хоть мне какие могут здесь быть допы а смотрите я погнал на отвертку она от приличная вот такая ну я на всякий случай погнал пусть китайцы не расслабляются запасные винтики со шляпками три вот таких а ринга который держит колечко и один вот такой а ринг судя по всему на дриптип вся комплектация знаете давайте начнем со стоимости как обычно 32 доллара на сайте source more который непосредственно и представил мне этот продукт на обзор и знаете это нормальная цена потому что очевидно что компания адвокин даже несмотря на провал на мой лично взгляд субъективный предыдущей версии как сигаретного бака манта мтл первой версии она будет обязательно будет спекулировать этим названием манта потому что первый одноименный бачок выходивший наверное два с половиной года назад он представьте до сих пор продается это настоящий феномен это все равно что весь мир до сих пор бы шлепала rx 200 с например и он я больше чем уверен продавался бы и я слышал цифры что манты первой версии они продали больше трехсот пятидесяти тысяч штук и знаете по меркам вейпинга это просто гигантская цифра то есть они не больше не меньше несколько миллионов долларов заработали на том продукте и сто процентов они будут в этом продукте в последующих даже пусть они будут потенциально провальными спекулировать этим названием потому что у этого кино манта это настоящий флагман что не назови мантой это обязательно привлечет внимание это масс-маркет это рыночек так сказать знаете у меня нет претензий к этой мантии вообще единственное что я заметил такую тенденцию что многие сигаретные пусть баки или дрипки они чаще всего простите если заскрипела они чаще всего приходят с двумя видами дриптипов почему то так сложилось и вот ватафой сейчас сигаретную дрипучку прислали и до этого от down вейп по моему был бачок с двумя дриптипами ну то есть это знаете как классическая комплектация для сигаретного чего-то обязательно кладут два дриптипа бывает что и даже три не мне вам рассказывать здесь мы ограничены только в вот этим кстати говоря очень даже неплохим 510 ультам дриптипом который как-то называется вот он имеет вот эту как бы юбку такую внизу подол не знаю есть у него куда модное название серии там час кап и вот чё-то чё-то такое значит все по работе продукта все прекрасно он вкусный сюда удобно устанавливать спирали сюда поместится только небольшие спирали что в принципе сразу вас отрубает в том числе и меня как пользователя я люблю жирноту какую-нибудь поставить сигаретник и многие из вас меня неоднократно за это критиковали что вот смотрят следующее видео по намотке кстати говоря обязательно его посмотрите несмотря на то что там простая спираль наматывается я стараюсь сделать эти видео так вот критикуют меня за то что я ставлю какой жирный фьюзит клептон сигаретник но я вот вижу базу большую и вот почему-то меня тянет ставить туда что-то побольше возможно это связано с тем что я как бы слепой крот и спирали покрупнее мне проще с ними работать чем не знаю какая здесь причина следственная связь неважно здесь мелкая база мелкие винты мелкий обдув мелкая подача воздуха в принципе и регулировка все эти четыре режима сейчас на них более подробно поговорим не переживайте все подразумевает что физически вы сюда крупную мощную спираль просто-напросто не поставите низкоомную в первую очередь потому что как ни крути мтл должен париться на чем-то там 0 3 пусть и причем это я очень низкая беру в идеале конечно 1 ом и выше там 1 и 2 полтора ома это должен быть такой мтл так сказать шаблонно я поставил к слову сюда мелкую вата форшную спираль от вата форшной дрипки обзор вы увидите в будущем но я-то копаюсь девайсов там одновременно я же не могу ничего это растягивать поэтому вата фо просто к своей дрипке прислали две спирали и там 2 которая покрупнее я в нее поставил а маленькую сюда а вот был ли койл сюда вообще я что-то не помню это вы уже ближнем рассмотрении посмотрите так вот тх это при желании если поднять спираль вкусный бачок но опять же по меркам мтл очень даже неплохо передается вкус ну и теперь самое главное это конечно же затяжка давайте прямо вот по пунктикам хочу детально вам рассказать потому что но это важно продукт будет иметь популярность стопудово значит первое окошко это режим b он тугой он прям тугой тугой и по вене которая надулась у меня на лбу наверное и видно в это должны понимать это прям щечная тема здесь по моему воздух заходит только с одной стороны не с боков только снизу значит дальше поехали аж чуть полегче уже проще вдохнуть в легкие но тоже туго а еще легче в принципе они наверное идут в последовательности от b к последней это с что я чуть тут в жидкости испачкалась не видно с вот с это самая горячая затяжка если первые три b h и а это затяжки прохладные они тугие от первой к третьей по тугости они различаются 3 это самая тугая и еще раз а самая тугая вы точнее самая свободная господи б самая тугая а самая свободная а вот с это тугая затяжка но при этом горячая я не знаю почему так получается как вообще это все внутри построены естественно ничего не видно ничего не заколхожена но могу сказать что потенциально любой из людей которым нужен сигаретник именно формате сигаретника не формате например той же фрезы которая так или иначе претендует на универсальность фреза по-прежнему для меня топ все таки ее универсальность это просто потрясающее изобретение но там такая же система сделана ну мне так кажется здесь то я не вижу хотя я и там не видел то есть там подвод воздуха идет каналами не общей гурьбой в ванна воздушная внизу и ты только крутишь вот это вращаешь что-то перекрываешь пропил а вот отдельные каналы со всех сторон и вот именно так в бакостроении и в дрипкостроении в девятнадцатом году и в последующих годах должна быть реализована система подачи воздуха в абсолютно всех устройствах ну по крайней мере тех компаний которые хотят на что-то претендовать а не просто шлепать одно и то же с одинаковым обдувом просто с разным дизайном и разными названиями это классная тема которая в первую очередь и самое главное работает есть различия и это очень классно я конечно же из всех этих по тугости выбираю самую свободную потому что он на самой низкой на первой сильно тугой и при этом прохладную для меня дзен это буковка а мне очень нравится но вы повторюсь как любитель сигаретников потому что если вы любите легкую затяжку то вам лучше взять провальную мтл рта манта первой версии потому что она абсолютно не сигаретник и сигаретником никогда в жизни не будет даже если туда зубочисток натыкать и заткнуть все равно там как раз таки вот классическим образом реализована система подачи воздуха когда воздушная ванна внизу под декой и ты как бы там что-то пытаешься вроде как отрегулировать но де-факто ничего не получается то есть нет профита вот еще вспомнил минус мне просто она очень сильно понравилась и возможно на чем-то на мелочах я могу закрывать глаза в режиме а она посвистывает собака то есть ее слышно как-то так по дизайну мне все нравится мне очень нравится даже то что здесь маленькое стекло потому что как я уже говорил для меня истинного коренного рукожопа чем меньше стекло тем лучше лучше всего конечно чтобы его вообще не было но при этом было видно жидкость как через стекло не знаю как они это реализуют например какой-нибудь окошечко там бронелист сзади стекло и какой-нибудь маленькое окошечко как на чайнике знаете уровень для меня это идеал потому что я только в путь бью стекла к бабл глазом лучше вашего покорного слугу не подпускать а здесь бабл глаза вообще нету они обо мне подумали как итог могу сказать что 32 доллара этот продукт может быть и не стоит они конечно же берут в первую очередь за бренд и за новизну если вам не горит подождите чуть-чуть 2-3 месяца подождите или опять же какая-нибудь там черная пятница ну хотя она уже прошла ну короче что нибудь будет какие-нибудь скидки или купонами воспользуйтесь вот вот 25 долларов вообще даже ни края душой ни секунды даже жаба меня бы отпустила покупать этот бачок за 25 долларов как говорит моя жена это было бы просто перфекта очень хорошо отрабатывает именно как сигаретник то что нужно на этом все друзья огромное спасибо сайту source more за представленный продукт также заочно спасибо компании адвокин так и иначе за то что как минимум в лице одного человека в моих глазах эти ребята очень сильно реабилитировались с продуктом под названием манта мтл рта ну и всем конечно же огромное спасибо за просмотр особенно всем тем кто досмотрел это видео до конца я желаю вам как обычно самого главного в жизни это здоровье и удачи но очень скоро мы увидимся в новых видео и в новых обзорах пока и и и и и и и и и